И в завершении выпуска новости спорта. В Нарьинмаре выявили лучших боксеров. В зале единоборств состоялся чемпионат и первенство среди юношей от 7 до 18 лет. Соревнования приурочили ко Дню Защитника Отечества. Зрелищные бои и интервью с победителями в следующем материале. Это его первый выход на ринг. Начало боксерской карьеры. Егору Филиппову всего 7, впрочем, ведет он себя, как взрослый спортсмен. И пусть парень в красной форме немного волнуется, но виду не подает и уверенно атакует соперника. Удар за ударом, атака за атакой. Позади три раунда и победа в этом бою. Достается боксеру в красном углу ринга. Почему ты выбрал бокс? Он такой сильный, смелый. Надо бои там побеждать. Что нужно сделать для того, чтобы победить? Для Защита и смело бить Фида. И, конечно, без поддержки близких первый бой дался бы труднее. За дебютом сына следили его главные болельщики – родители. Слезы, адреналин такой. Не за своих ты так переживаешь, а за своего тем более. Первый бой, да и вообще любой бой. Главное психологически подготовиться, не перегореть. То есть, ну, формируется он уже как все-таки человек. И формирует свои эмоции. Потому что можно перегореть до боя. Вроде физически ты хорошо подготовлен, а психологически раз перегорел и все. И бой проиграл уже заранее. И вот на ринге более опытные боксеры. Одна из самых тяжелых весовых категорий. Здесь удары намного точнее и сильнее. Уже прослеживается хорошо отработанная техника. В одном из самых зрелищных боев титул победителя вырывает студент социально-гуманитарного колледжа Роман Кулешов. За плечами спортсмена участие и победы в соревнованиях различных уровней. Поэтому для него поединок не такой уж и сложный. Можно сказать легкий, просто я немного, мне как-то серьезно не отнесся. А так, если бы я правильно все делал, я бы еще раньше закончил бой. А так, очень интересный соперник попался, высокий. Первые бои, когда у меня началась карьера, я, конечно, волновался постоянно. А сейчас только одна цель – победить. И все, никакого страха, только уверенность. Кстати, оба наших героя тренируются у титулованного боксера и тренера Анатолия Широкова. Как признается наставник ребят, хороший результат в бою зависит от двух составляющих – морального настроя и регулярных тренировок. А стимулом для ребят выступает возможность выезжать на межрегиональные и международные соревнования. Например, не так давно сборная Ненецкого округа по боксу вернулись из Йошкаралы, где достойно представили честь региона. У 192 участников собралось. Я скажу, сильный турнир. Конкурентно создали. Ребята тоже хорошо выступили. Получается, 5 золотых, 2 серебряных и 3 бронзы. В этом же турнире проигравших нет. Все участники, а это 30 боксеров от 7 до 18 лет, получили награды. Соревнования были организованы Федерацией бокса Ненецкого округа. А прогресс у ребят есть. Мы отправляем их на сборы. Нас очень хорошо поддерживает глава субъекта. Мы очень благодарны нашим друзьям и партнерам Ненецкой нефтяной компании, которые дают нам возможность отправлять ребят на тренировки, на сборы, где они повышают уровень и качество своего мастерства. Также по результатам боев будет сформирован список нового состава сборной Ненецкого округа. И уже в мае спортсмены отправятся на чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа. Алина Ваучейская, Леонид Шишелов, Телеканал Север.